Говорит Черкесск Здравствуйте! В студии с информационным блоком у Мартикеев. И вот некоторые темы выпуска. Делегации из всех городов и районов республики посетят наших бойцов в зоне проведения специальной военной операции. Животноводческий комплекс «Рея» увеличил поголовье крупного рогатого скота. Сотрудники полиции республики пресекли незаконную банковскую деятельность. И ансамбль национального танца «Синдика» стал лауреатом Всероссийского фестиваля «Мир звезд». Далее об этих и других темах подробнее. Глава республики Рашид Тимрезов провел заседание единого республиканского штаба по оказанию помощи военнослужащим и членам их семей. Были озвучены доклады по двум направлениям. Первый – закупка и организация доставки дополнительной помощи военнослужащим из Карачаева, Черкесии. Второй касался адресной работы с членами семи военнослужащих из нашего региона. Каждый муниципальный город и район в рамках работы единого республиканского штаба оказывает поддержку своим землякам. Для более эффективной работы по оказанию этой помощи было принято решение, что вслед за руководителем администрации главы и правительства Карачаева-Черкесии Муратом Озовым и вице-премьером Евгением Поляковым в ближайшее время делегации из всех городов и районов республики лично на месте пообщаются с нашими бойцами, узнают об их нуждах и передадут теплые приветы из дома. Вторая часть совещания была посвящена совершенствованию механизмов по оказанию помощи семьям, военнослужащих, а также вопросам организации единовременных выплат. Карачаева-Черкесия вошла в перечень пилотных регионов новой всероссийской программы, которая призвана создать в стране настоящую экосистему по развитию молодежного предпринимательства. Участие в программе – это реальная возможность найти бизнес-партнеров и наставников, развить свое дело и интегрировать его в массы, объединиться с существующими федеральными и региональными бизнес-сообществами. Программа благоприятно повлияет на повышение компетенции и расширение возможностей для молодежи республики. Кроме того, ее участники получат доступ к образовательной платформе. Комментирует информацию министр по делам молодежи республики Ибрагим Татаркулов. Следует обратить внимание на то, что та заявка, комплект документов, который был направлен для участия в конкурсе по определению пилотных регионов по реализации всероссийской программы развития молодежного предпринимательства, программы и проекта Федерального агентства по делам молодежи, была признана одной из лучших. По количеству набранных баллов Карачаево-Черкесия вошла в топ-5. По качеству проработанности заявки, по качественно подготовленному комплекту документов. И мы очень рады тому, что нашу инициативу поддержали. В первую очередь мы выражаем свою благодарность главе Карачаево-Черкесской республики, Рашиду Бориспиевичу Темрезову, за то, что поддержал нашу инициативу по участию в данном конкурсе. Животно-водческий комплекс «Рия» увеличил поголовье крупного рогатого скота. Реализация проекта стартовала в феврале 2018 года и в ноябре того же года осуществлен ввод объекта в эксплуатацию. В 2018 году была завесена первая партия нителей из Дании – 475 голов, а в 2019 году еще 442 головы. На сегодняшний день фуражное поголовье крупного рогатого скота достигло 1300 голов. Порода коров – галштинская, которая является одной из самых крупных пород крупного рогатого скота молочной продуктивности. Продукция предпринимателей Карачаево-Черкесии представлена на международной выставке моды «Централ Азия Фэшн», которая проходит в эти дни в Казахстане. На одной площадке представлены лучшие коллекции производителей из 18 стран. Нашу республику, в частности, представляют такие бренды, как «Алабар», «Идеал», «Адель» и «Ламир». Уже состоялся показ трикотажных изделий из Карачаево-Черкесии. А именно, предприниматели презентовали головные уборы и изделия для новорожденных собственного производства. «Централ Азия Фэшн» – единственная на территории Центральной Азии профессиональная площадка для налаживания деловых связей между участниками и закупщиками. Благодаря соглашению между Министерством просвещения России и правительством республики по созданию новых мест в общеобразовательных организациях в ауле Адыге Хабль продолжается строительство школы, рассчитанное на 600 учеников. После демонтажа старого аварийного здания до военной постройки в ауле ударными темпами начнется строительство новой современной и главной безопасной школы. Об этом рассказала директор средней школы аула Белла Кохова. «Такая необходимость была, потому что северная сторона трещина там была большая. В общем, опасность была для здоровья детей и вообще безопасность. Очень большая была, что возможно и обрушение потолка, потому что там не бетонное перекрытие, а дранка. И поэтому стал вопрос о том, чтобы построить новую школу. Я очень рада, что нас поддержал наш глава республики». Стратегию развития курорта Архиз в Карачаево-Черкесии представят в сентябре этого года. В ее основе модель интегрированного курорта, по которой работает Красная Поляна. Под единым управлением будет находиться градостроительная среда, архитектурный код, единые стандарты сервиса, обучение и кадры. В Карачаево-Черкесии эпидситуация по ОРВИ и гриппу соответствует времени года. Уровень заболеваемости остается высоким. По итогам прошлой недели превышение эпидемического порога среди совокупного населения и в отдельных возрастных группах не изрегистрировано. Официально за неделю зарегистрировано 747 случаев заболевания ОРВИ. Энергетики республики продолжают работы по обучению детей основам электробезопасности в целях предотвращения травматизма сторонних лиц, в том числе и детского. В лицее поселка Медногорского Урубского района состоялась очередная встреча специалистов филиала «Россети Северный Кавказ» «Крачаево-Черкеска-Энерго» с учащимися. Тему продолжит Надежда Лакаева, главный специалист службы по региональной работе Департамента по взаимодействию со СМИ Публичного акционерного общества «Россети Северный Кавказ». В этот раз со школьниками поговорили мастер Медногорского производственного участка Урубских районных электросетей Николай Звонов, электромонтеры Данил Новоселов и Юрий Звонов. В простой и доступной форме они рассказали ребятам о том, как вести себя вблизи энергообъектов, как в быту пользоваться электроприборами, а также научили их алгоритму действий при оказании первой доврачебной медицинской помощи. В практической части занятий школьники попробовали применить полученные теоретические знания с помощью робота-тренажера Гоши. Специалисты РЭС также ответили на многочисленные вопросы детей, которые касались не только правил электробезопасности, но и непростых будней энергетиков. В завершение встречи педагогический коллектив лицея поблагодарил компанию «Россеть Северный Кавказ» за систематическую работу по обучению детей основам личной безопасности. Городской детский ансамбль «Кавказ» с номером «Горский танец на носках» завоевал гран-при международного конкурса хореографии «Танцы плюс», который проходил накануне в Железноводске. Художественный руководитель Эдуард Хугаев, хореограф Алла Хугаева. Творческий коллектив ведет активную деятельность, является постоянным участником различных региональных, российских и международных конкурсов. Ансамбль национального танца «Синдика» из Аула Беслине и Хабесского района стал лауреатом первой степени в номинации «Хореографическое творчество» Всероссийского фестиваля конкурса вокально-хореографического и сценического творчества «Мир звезд». Победу коллективу ансамбля принес убыхский танец. Кроме того, за творческое отношение к своей работе и высокий профессионализм получили благодарность от организаторов фестиваля конкурса. Аудиолекции Банка России по финансовой грамотности впервые зазвучали на национальных языках Карачаевой Черкесии. Все материалы размещены в специально созданном разделе на официальном сайте ГТРК Карачаевой Черкесии. Информацию комментирует заведующий сектором отделения Банка России по Карачаевой Черкесии Индира Алботова. Как уберечь свои деньги от мошенников, выбрать кредит и правильно рассчитать свои силы? Что делать, если у вас украли банковскую карту? Полезную информацию по этим и другим темам теперь можно прослушать на карачаевском, черкесском, абазинском и нагайском языках. Перевод аудиолекции «Национальные языки» – это совместный проект регионального отделения Банка России и телерадиокомпании ГТРК Карачаевой Черкесии. В ауле Хабе состоялось первенство Карачаевой Черкесии по волейболу. Среди девушек призовые места распределились между командами Хабесского района, Черкеска, Усть-Джигутинского и Зеленчукского образований, соответственно. Среди юношеских команд победителями стали представители Хабесского, Ногайского, Усть-Джигутинского и Зеленчукского районов, соответственно. Воспитанник спортивной школы номер 5 Черкеска Динур Хашпаков стал бронзовым призером первенства России по греко-римской борьбе среди юниоров Бердске Новосибирской области. По результатам соревнований Динур попал в состав сборной команды страны. Отметим, что год назад спортсмен получил серьезную травму, проходил долгую реабилитацию, из-за чего ему пришлось пропустить весь предыдущий сезон. Несмотря на это, он блестяще выступил на первенстве России и продемонстрировал хорошую спортивную подготовку. Сейчас Динур готовится к выступлению на международном турнире памяти Сураката Асия Тилова. Представитель общественного совета при МВД по Карачаево-Черкесии Джамал Тимуев поддержал пропаганду нулевой толерантности к потреблению запрещенных веществ, особенно в молодежной среде. Проблема наркомании – одна из серьезнейших проблем современности. Мы знаем, что бороться только с распространением психотропных веществ бесполезно. Если будет спрос, то всегда преступники найдут способ донести, передать наркотические вещества молодым людям, ну, наркоманам. В первую очередь, эта проблема особо актуальна в молодежной среде, так как молодые люди не всегда понимают ту ответственность, те последствия, которые употребление психотропных веществ может принести для их здоровья, какое влияние они будут оказывать на окружающих, близких своих, родных, в семье. И наша задача при воспитании молодого поколения привить им так называемую нулевую толерантность именно к употреблению психотропных веществ. Полицейскими республики пресечена деятельность по осуществлению незаконных банковских операций сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального МВД задержан с поличным 62-летний житель Черкеска, подозреваемый в незаконной банковской деятельности. Информацию комментирует официальный представитель МВД России Ирина Волк. При нем полицейскими обнаружено около 2,5 миллионов рублей, которые он получил за проданные доллары. Оперативниками было установлено, что мужчина занимался обменом иностранной валюты без регистрации юридического лица и банковской лицензии. Незаконную деятельность он вел вблизи кредитных организаций, куда граждане приходили за данной услугой. Согласно сведениям о банковских операциях, общая сумма дохода, извлеченная аферистом, в результате незаконной банковской деятельности составила не менее 365 миллионов рублей. Следственными органами полиции в отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигуранту избрано мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. По итогам состоявшегося в Грозном первенства СКФО по вольной борьбе среди юношей до 18 лет копилка Карачаева-Черкесия пополнена медалями различного достоинства. Золото досталось Амалю Кирейтову весовой категории 80 килограммов, Карим Чекуев весе 110 килограммов на третьем месте. Кроме того, Камиль Карасов и Эдуард Урчуков в пятерке сильнейших. Бронзовую медаль первенства также завоевал наш земляк Шамиль Тамбиев весовой категории 80 килограммов, но представлявший на соревнованиях Ставропольский край. Радио России. Карачаева-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, сегодня по Карачаево-Черкесии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха плюс 13-18, в горах местами до плюс 10. В горах Карачаево-Черкесии лавина опасна. В Черкесии без существенных осадков ветер восточный 6-11 метров в секунду, а столбик термометра поднимется до 15 градусов. Это все новости к этому часу. С ними вас знакомил у Марти Киев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова